Девушки отдыхают Сейчас я хотел бы дать вам время, чтобы вы задавали возникшие вопросы по этой главе. Я бы хотел выделить несколько пунктов здесь, которые я хотел бы, чтобы мы приняли во внимание и были уверены, что мы их понимаем. И мне кажется, что один из самых фундаментальных вопросов, который мы должны задать себе о смертной казни или, возможно, о любом виде наказания, это «каковы возможные цели, из-за которых вы и я могли бы установить или установили бы карательную и судебную систему?» И далее. Когда мы рассмотрим различные причины для учреждения карательной и судебной системы, мы зададимся вопросом, можете ли вы или я исполнять это, приводить в исполнение решения такой системы? Можете ли вы выполнить эти задачи? Будет ли у вас применяться смертная казнь? Итак, мы рассмотрим, насколько положительными, я думаю, можно сказать, будут различные цели судебной системы в отношении смертной казни. Например, вы, возможно, утвердили карательную и судебную системы для исправления заключенного. Если вы сделали так, конечно же, ваша цель в том, чтобы в течение этого тюремного срока вы бы научили этих людей каким-то новым навыкам. Вы бы привлекли их внимание и сказали, почему воровство, убийство или то преступление, которое они совершили, является неприличным и нехорошим. И, возможно, ко времени, когда их заключение закончится, они выйдут другими людьми гораздо лучшими, чем когда они были в начале тюрьмы или когда попали в тюрьму. И, как результат, они, выйдя из тюрьмы, возможно, теперь станут очень эффективными людьми в обществе. Но хорошо. Давайте предположим, что исправление, именно исправление стоит как бы за каждой системой наказания и исправления, включая смертную казнь. Как же это будет работать в случае со смертной казнью? Проблема здесь в том, что вы не можете исправить мертвого человека. Если именно этот принцип мы хотим применить, то вы не можем его применить в случае смертной казни. Какие еще могут быть у нас цели? Возмещение ущерба. Именно возмещение ущерба может также быть задачей карательной и судебной системы. И это означает, что если вы нанесли кому-то ущерб, то вас не освободят из тюрьмы, пока вы не возместите ущерб тому, кому вы нанесли ущерб. Давайте предположим, вы украли машину у человека и попали в аварию или с ней что-то случилось. Итак, чтобы возместить ущерб этому человеку, вам, вероятно, придется купить этому человеку новую машину или восстановить то, что вы взяли у него. То есть за наказанием должно следовать возмещение. В этом цель этой системы. Может быть, при этом также и ожидание, что посредством возмещения нанесенного вами ущерба, возможно, жизнь научит вас, что преступная жизнь дорого обходится и лучше не идти по преступной дороге. И когда именно вы должны будете выплачивать и возмещать ущерб, возможно, вы поймете лучше этот жизненный урок, чем если бы вам не пришлось возмещать ущерб. И хорошо бы, чтобы это помогло вам измениться, и вы бы стали хорошим гражданином. Что действительно важно в применении этой судебной системы? Нам нужно посмотреть, как это будет работать в ситуации со смертной казнью. Ведь мертвый человек никому ничего не сможет заплатить. Будет сложно использовать смертную казнь для возмещения ущерба, не так ли? Эта система предполагает возмещение ущерба за содеянное. Но если вы казните убийцу, то как он сможет возместить ущерб за жизнь, который он лишил другого человека? Кто-то может сказать, что если нас интересует возмещение ущерба, тогда нам нужно оставить того человека в живых, то есть преступника, оставить живых и заверить других, что значительная часть от его доходов пойдет в семью его жертвы. Скажем, если он убил мужа и отца, и эта семья теперь осталась без кормильца, и вынуждена искать средства к существованию, и здесь возмещение ущерба подразумевает, что большая часть заработка преступника должна пойти на удовлетворение нужд семьи убитого. Это возможно и сработает, но если вы будете оставлять в живых преступников, но если вы будете казнить их, мертвецы не могут выплачивать. Тогда, возможно, пунктом карательной и судебной системы будет устрашение. Если у нас будет такое правило и такое наказание, может быть, это заставит людей подумать дважды, прежде чем они пойдут на такого рода преступления. Но проблема с устрашением следующая. А удерживает ли на самом деле смертная казнь от совершения преступлений? И я надеялся увидеть, проводя исследования для написания главы смертной казни, что можно привести доводы, по которым страх наказания смертной казнью удерживает от преступления. Но можно также привести доводы, что это не удерживает от преступления. И такая разнообразная статистика встречается везде. И, как сказал один писатель, будет ошибочным, полагаясь только на сложившуюся статистику, делать свои заключения. И вот почему такая статистика будет ошибочна. Для того, чтобы сказать, что страх смертной казни действительно будет удерживать людей от совершения определенного рода преступления, вам придется ходить от двери к двери и спрашивать всякого человека, по какой причине он или она не совершали того или другого убийства. И если только они ответят, «Ну, потому что я не хотел и не хотела, чтобы меня казнили», вот тогда вы можете сказать, что действительно смертная казнь удерживает от совершения преступления. Но как вы сможете совершить такой опрос и узнать, на самом ли деле страх казни действительно удерживает людей от преступлений? Посмотрите на экран, здесь немного юмора по этому поводу. То есть, опять-таки, стоит вопрос, удерживает ли она? И один парень думает, что да, а другой сказал, «Ну, может быть, человек с пистолетом сможет прочитать вот эту бумагу, и тогда до него дойдет». И теперь четвертая возможная цель или назначение карательной и судебной системы – это воздаяние, кара. И кара означает, что вы отплачиваете человеку за содеянное им по его заслугам. И в этом случае, если совершено преступление, то цель вашей карательной и судебной системы – это наказать преступников по справедливости, отплатить им за содеянное по заслугам. Звучит хорошо, но когда доходит до смертной казни, действительный вопрос в конечном счете будет звучать так. Является ли смертная казнь в самом деле справедливой карой? По сути, это очень-очень трудная задача для решения. И трудность не только в делах о преступлениях, за которые назначена смертная казнь, но в любом преступлении. Предположим, что вас воруют машину, и вот этих воров ловят. Какое будет справедливое наказание, если за этим идет кара? Плата по заслугам? Будет ли подходящим наказание, если мы украдем их машину? Подойдет ли наказание, если они заплатят штраф в размере стоимости машины? Может быть, лучше наказать их определенным количеством заключения? Я не знаю никого, кто занимал такую должность, и мог бы точно сказать, я знаю точно, чего они заслуживают. Это энное количество лет в заключении и штраф в таком-то размере. Как насчет оправдания в таких случаях? Когда вы рассматриваете смертную казнь в судебной системе, основанной на каре, вот эти вопросы не исчезают, а наоборот, встают с особой остротой. И существует множество людей, готовых поспорить, что лишение жизни убийцы, убившего кого-то преднамеренно, это несправедливое наказание. Они считают, что будет более справедливо, если этот человек проведет весь остаток жизни в тюрьме, скажем, без возможности выпуска под залог. Казнить таких преступников означает, так сказать, слишком легкое наказание, по их мнению. Другие же, наоборот, скажут, нет, если они лишали жизни, то их тоже следует казнить, и это справедливо. Но вопрос такой, как вы узнаете, что такое справедливо в каждом случае? Может быть, штраф, может быть, много лет в тюрьме, что-нибудь еще. Я думаю, это Августин сказал о смертной казни. Бог знает, что такое справедливое наказание в любом деле. Но это не означает, что мы знаем, как думает Бог в каждом деле. По сути, я считаю, что в большинстве преступлений Бог не сказал нам, каковым будет справедливое наказание. И когда дело доходит до смертной казни, нет рекомендателей смертной казни, которые бы сказали, да, если бы только нам были бы предоставлены полномочия принимать решение, какое будет справедливое наказание за убийство невинной души, мы бы просто строили догадки. Но дело в том, что Господь сказал нам в Своем Слове, что нам нужно делать, когда кто-то лишает жизни невинного человека. А так как мы знаем, что Бог справедлив, то у нас есть право предположить, что это наказание на самом деле есть справедливое наказание. Но, конечно же, это предполагает, что вы можете доказать и уверить каждого, что Библия, как Ветхий Завет, так и Новый Завет, учит этому. Или, если вы считаете, что только один Завет учит этому, в этом случае вам необходимо будет показать, что те правила, которые заложены в этом Завете, обязательны для нас сегодня. С моей точки зрения, я считаю, что всегда другие идеи, такие как исправление, возмещение ущерба, устрашение, хороши. Но я думаю, что по перечисленным выше причинам, никакая из этих идей не может оправдать смертную казнь. Ну, хотя бы потому, что мертвец не может выплачивать за ущерб. А с другой стороны, совершенно не точно доказано, что смертная казнь удерживает от совершения преступления так же эффективно. Было немало людей, которые говорили, что не нужно показывать, что смертная казнь удерживает от совершения преступления. Важно продемонстрировать, что устрашение смертной казнью лучше удерживает от преступления, чем устрашение пожизненным заключением. И немало считают, что статистика показывает, что пожизненное заключение, как угрожающее наказание, даже лучше удерживает от совершения преступления, чем наказание смертной казнью. Мне кажется, пытаясь говорить, что мы оправдываем смертную казнь на основании устрашения, мы сражаемся в никчемной войне, и далеко в ней не уйдешь. Итак, мне кажется, что единственный способ, единственный аргумент в поддержку смертной казни, который может иметь шанс на успех, это утверждать, что цель смертной казни и, по сути, цель всей карательной и судебной системы – это покарать преступника. Другими словами, человеку воздают то, что он заслужил. Если человек поступает хорошо, то вы обращаетесь с ним хорошо, вы не наказываете его, отпускаете его. Если же человек поступил плохо, тогда человеку, согласно этой системе, нужно каким-то образом расплачиваться. Но так, как я уже сказал несколько минут назад, недостаточно просто сказать, что смертная казнь – это справедливое наказание, справедливая кара. Да, кара – это дело карательной и судебной системы. Но является ли казнь убийцы справедливым наказанием для него? Я думаю, что это еще не очевидно. Здесь ответ автоматический, не обязательно будет «да» или будет ответ «нет». Здесь нам нужно будет проделать намного больше работы, чтобы подтвердить нашу точку зрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok